Местным новаторам тоже есть чем похвастаться. Наши студенты привезли сразу три награды со всероссийского конкурса научно-технических работ. Лучшими в своих номинациях стали команды Тюменского колледжа водного транспорта и Тобольского медколледжа. А Тюменский лесотехникум взял серебро. С изобретателями встретилась Лариса Славьева. Это старший брат того самого катамарана, который в Москве занял первое место в Тюменском колледже водного транспорта. Готовились к испытаниям основательно. Собрали команду из трех человек, разделили обязанности. Приблизительное задание ребята знали и начали экспериментировать. Сложного было разобраться в этой всей схеме, потому что там очень много датчиков, сонаров, двигателей. Сонары – ультразвуковые дальномеры. По заданию катамаран должен обходить препятствие. И именно они помогают ему это делать. Тюменская машина прошла по заданной траектории без ошибок. Первое место приплыло в колледж водного транспорта. Это при том, что даже кружка специализированного здесь не было. До этого не было, но после соревнования мы собираемся со студентами создавать кружок научно-технического творчества. В лесотехническом колледже с такими беспилотниками экспериментируют тоже недавно. Научно-технический кружок здесь работает с начала года. Новые не изобретают, а ищут способы применения известных технологий в других сферах. Например, такой аппарат мог бы снимать карту лесов. Не выезжая на место, специалист мог бы вести учет деревьев. Но на конкурсе они замахнулись выше – съемка из космоса. Собрать модель спутника, который мог бы собирать данные о магнитном поле Земли. Но в итоге мы немного не успели. Потерял я время. Владимир занимался как раз программированием и не успел дописать алгоритм. До этого было всего семь занятий. Получается, что и программу он разрабатывал первый раз в жизни. А результат – второе место. Сейчас специалист, который выпускают колледжи, он должен еще обладать и навыками критического мышления, навыками изобретательства. Поэтому, приобретая навык конструирования, создания чего-то нового, выработки информации и знаний самому, они становятся универсальными специалистами. Успехи вдохновили студентов на новые эксперименты. И научно-техническая работа в колледжах продолжится. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время.